Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый, зимний, холодный, темный, страшный вечер. Ну, все вышесказанное зачеркиваю, кроме доброго. Остается только добрый, добрый декабрьский вечер. Еще раз я вас приветствую в эфире. Финам.ФМ. Сухой остаток, как всегда в это время. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну и традиционно мы говорим еще, правда, не так много в этом году, по крайней мере, осталось обсуждать наши любимые с вами темы. Но сейчас пока есть такая возможность. То есть мы обсуждаем ситуацию на финансовых площадках, мы говорим сегодня о российском рынке акций и поговорим в преддверии и конца года, и близкого, гораздо ближе, конца света, что же может нарушить текущую ситуацию. Сегодня у меня в гостях Василий Танурков, замечитель управления анализа рынка акций, инвестиционной компании «Велес Капитал». Добрый вечер, Василий. Здравствуйте. И Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универ Капитал». Добрый вечер, Дима. Добрый. Ну что ж, я надеюсь, он действительно добрый, несмотря на все, что я перечислял до того. В конце концов, оно не так уж и влияет на доброту этого вечера. Замечательно. Значит, уважаемые слушатели, традиционно я напоминаю вам, что вы можете также принять участие в нашей беседе. Для этого есть телефон, звоните. Также у вас есть возможность присоединиться к нашему мероприятию, зайдя на сайт финам.фм и задать вопросы с помощью интернет, так называемого ресурса. Вот такие вот неожиданные, да, что я сказал, ожидаемые сообщения я произнес. Ну и традиционно начнем в 18.06. Традиционно начнем с того, что посмотрим, как чувствуют себя финансовые рынки на этот момент. Картина маслом. Итак, ну по каким-то известным для кого-то, точнее, причинам, которые мы, наверное, сегодня еще неоднократно обсудим, сегодня рынки вяло торгуются в течение всего дня. И эта самая вялость обнаружена и на индикаторах отечественного рынка. Индекс РТС теряет чуть больше полпроцента, 1492 его котировка ММВБ, и то практически в нулях, 1465. Сырьевые рынки также нефть марки Брент спокойно сегодня в районе 108 долларов, да, чуть ниже 108 долларов за бочку. Золото, тем не менее, продолжает волатильную торговлю, никак не успокоится. Вот, видели мы, да, на открытии Г, потом вниз, сейчас вверх, красотища. Вот они настоящие зимние горки. А зимние горки. Ну и индикаторы рынка Форекс, евро-доллар в частности, забрался-таки он, да, и укрепился выше 1.31 в 5. Ну, сегодня не хочет он расставаться ни с этой котировкой, ни идти выше, ни спускаться ниже. Вот как-то так спокойно он себя ведет. Ну и бог с ним. И основной набор голубых фишек сегодня разнонаправлено. В лидерах, тем не менее. АвтоВАЗ, вновь он решил поднять голову и 6% сегодня прибавляет. Норникель, 3% сегодня прибавляет. Хуже рынка сегодня торгуется обычка Ростелекома, Росгидро и Рос... Сургутнефтегаз, пардон. Все остальное так себе. Так себе. Вот такова картина маслом. Несмотря, еще раз повторю, да, близость новогодних праздников, активность пока все же такая минимальная. Давайте поговорим о том, что может в оставшиеся полторы недели, да, наверное, даже уже меньше активных торгов, уже неделя активных торгов на рынке, что может взбудоражить его, если вообще что-то может. А может быть так тихо-тихо-тихо и к елочке, и к новогоднему столу. Ну, собственно, ждут-то все одного, ждут какого-то решения все-таки по фискальному обрыву. Ну, может быть, будет и отсутствие этого решения, но, по крайней мере, тема-то одна, и вокруг нее все будет вертеться. Поэтому, я думаю, что это главное, здесь все остальное отойдет на второй план. Судя по тому, что раньше подобные вещи дотягивали обычно до последнего, что такое подобные вещи? Подобные вещи, это, например, расширение верхней границы госдолга в США, да? В прошлом году это, да? Да, когда там за последние 12 часов уже принималось решение. Сейчас, я думаю, мы, в принципе, можем увидеть сходную картину, когда там едва ли не 29-30 декабря в экстренном режиме могут соответствующее решение принять. Естественно, что до этого времени рынок будет жить слухами, заявлениями относительно того, что мы продвинулись или не продвинулись, или вдруг переговоры внезапно прекращены. Естественно, что на вот таких вот отрывочных новостях, там, в лентах основных будут очень серьезные движения рынка по проценту, по полтора и больше. И на долговом рынке, и на фондовом, естественно, в первую очередь, и, конечно же, на... То есть, к этому нужно быть готовым, да? Да, да. На такое видимое, вроде бы, спокойствие это может в какой-то момент очень больно ударить по вашему торговому счету. Да, Вась? Ты как смотришь на это? Я, собственно, вынужден согласиться, что фискальный обрыв основная тема. Единственный вопрос здесь возникает, действительно ли вот этот срок, до которого можно откладывать, это 29-е или 30-е число. Потому что, на самом деле, ничего страшного не произойдет с американской экономикой, если, например, решение будет в феврале. С фондовыми рынками, конечно, совсем другая история. Все обвалится очень серьезно, но с экономикой ничего особенно страшного не будет, поэтому... Ну, правильно, да, я утверждаю, что вот если решение не будет найдено, то 1 января 2013 года мы все с вами проснемся в новой парадигме. Вот твое слово, по-моему, любимое. В новой действительности, да. Ну, это задолго до меня ввели, но нет, никакой новой парадигмы не будет. То, что мы проснемся, какого там, 4-го числа с новыми котировками, это да. Мы проснемся раньше. Ну, я понял. Да. Вот. А с точки зрения парадигмы я здесь с Василием согласен абсолютно. Собственно говоря, в том-то и интрига для рынков, что рынки это не главное ради кого принимается или не принимается решение по fiscal cliff. Именно поэтому мы являемся заложниками того, как видят, скажем, перспективы развития собственной экономики, а не собственного фондового рынка в Соединенных Штатах сейчас. И поэтому я согласен абсолютно, что ущерб, во-первых, для экономики будет совершенно невелик, если, например, будет принято решение, урегулирующее обе стороны, где-нибудь там, в марте даже, например, или в феврале. И будут, например, приняты решения по тому, что сокращение госрасходов, увеличение налоговой нагрузки и так далее приведет к тому, что в целом из экономики будет изъято не 600 с лишним, да, миллиардов долларов, а потом 100 или 200. Это фактически будет означать, что даже может произойти определенный возврат, да, уже уплаченных налогов, если там идет ежемесячный платеж, или до начисления, вернее, списание начисленных. То есть плюс, естественно, резкий всплеск оптимизма. Соответственно, для фондового рынка это просто дополнительные качели и не более того, хотя, естественно, будем, наверное, ниже уровней закрытия декабря в этом случае. Но, тем не менее, повод для подъема там в марте. Но проблема в том, что вот до этого времени, до марта, февраля, если будет решение отсрочено, мы будем находиться в жестком нисходящем тренде, скорее всего. И даже государственные деньги, которые будут на российский рынок заходить, деньги госфонда, фонд национального благосостояния и так далее, которые с 1 января могут заходить. Ну, скорее всего, да, как-то они голубым фишкам могут оказать поддержку. Хотя, в основном, я думаю, эти вливания будут сосредоточены все-таки в сегменте государственного долга, либо долга там квази-государственных заемщиков. И все. А в остальном, да, картина будет, естественно, для фонда очень пессимистична. Я понял, да, это твое мнение по поводу возможного нисходящего тренда. И тем не менее, если мы говорим традиционно о неких ожиданиях и потом разочарования рынка, все-таки оно, ну, хорошо, не в большинстве, но очень часто выглядит не в качестве уверенно нисходящего тренда, а в качестве такого вот, да, рывка вниз, а потом... И боковик. Да, возврат, да? Вот так это может быть? Да, я думаю, да. Ну, я соглашусь даже с тем, что скорее моментальное падение потом, потом, в принципе, будет... То есть, нащупать пресловутое дно надо будет, да, и ждать, когда оттуда постучат. Какой есть момент? Если мы посмотрим на прогнозы по ситуации, если будет все-таки фискальный обрыв, и если не будет его, то с точки зрения долгосрочных интересов экономических, американских, фискальный обрыв — это оптимальное решение. Да. Увеличит госдолг американский, то есть, совсем не настолько однозначно, что реакция будет настолько негативной. То есть, тот же Баффет, который сказал, что в любом случае будет покупать акции и будет их держать после, даже если там будет фискальный обрыв. Ну, в общем, я думаю, что довольно много управляющих, которые ориентируются на фундаментальную стоимость компании, они понимают, что в случае фискального обрыва долгосрочные прогнозы по выручке, по прибыли, вообще в целом по американской экономике, они только улучшатся. То есть, как известно, нет худа без добра в данном случае. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках. В гостях Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций инвестиционной компании «Велес Капитал» и Дмитрий Александров, начальник отдела аналитических исследований инвестиционной группы «Универ Капитал». Ну, собственно, ничего здесь удивительного нет. Наш основной сегодняшний, видимо, разговор вновь будет связан с ожиданием фискального обрыва. И как вот Василий... Ну, давайте так, я немножко попробую синтриговать. Неожиданно предложил такой взгляд на вещи. Он предложил, что, оказывается, ничего стратегически плохого для США. Даже наоборот. Василий, если можно поподробнее еще вот эту позицию свою озвучить. Ну, еще раз. Урезание сейчас расходов и экономия, и рост налогов, хотя в краткосрочной перспективе ударят по экономике, первые два квартала прогнозируется, что будет рецессия, но в долгосрочной перспективе темпы роста американской экономики только выиграют от этого. И, кроме того, будет решена проблема госдолга, что также немаловажно. Поэтому... А, кстати, вообще реально вот ситуации, когда к 20-му даже году Штаты вообще избавляются от долга? Ну, вообще избавляются от долга, наверное, нереально. Как бы есть тут свои вопросы, например, насколько США будет дальше продолжать всяческие военные вмешательства. То есть, да, если США уйдет отовсюду... Насколько перестанет бездумно тратить деньги. Да, да. Тогда, конечно, ну, в принципе, это возможно при таком урезании, при выводе войск из Ирака, при выводе войск отовсюду, скажем так. Ну, да. В принципе, возможно, но вряд ли мы это увидим. Да, вряд ли мы это увидим. Извини, пожалуйста, Вася, Вася. Небольшой желтизны, если позволите, но накануне Нового года, я надеюсь, меня простят, мои уважаемые слушатели, небольшой желтизны хочу подлить. Ну, тем не менее, мы говорим о налогах, о проблеме их уплаты простыми и не очень гражданами. Вот это вот наверняка вам, да, вами услышанная даже, может быть, случайно, история с господином Жераром Депардье, который демонстративно практически швырнул французский паспорт, да, в глаза, в лицо сильному миру сего, да, в ответ на то, что тут что-то подкузмил его. Можешь как-то прокомментировать, Дима? Ну... Ты вообще слышал об этой истории? Слышал, краем уха, да. Ну, понимаете, сложно, с разных сторон можно комментировать. В принципе, швырять паспортом, наверное, всегда не лучший предмет, но, с другой стороны, ведь и не пепельницей, поэтому тоже хорошо. Я не знаю, нрав господина Депардье, чем угодно швырнуть, если кто-то рядом стоял. В том-то и дело, да. Я не знаю, чего здесь больше в этой истории, там, нервные реакции или, там, эмоциональные реакции на какие-то слова или заявления, там, или это повод просто для того, чтобы красиво, красиво еще раз показаться, да, уйти или, наоборот, куда-то прийти. Я не знаю, но история, по крайней мере, всплыла, мы ее здесь обсуждаем, значит, грубо говоря, для звезды это уже успех, уже успех, конечно. А что касается, тем не менее, вот проблем, касающихся налогового времени, да, Вася? Ну, понятно, что 75% налогов это просто, ну, нереальная цифра, тем более, что, ну, представим себе собственника бизнеса, который зарабатывает на росте капитала. Для него, возможно, это не настолько серьезно, потому что доходы нереализованные, скорее всего, он с них не будет платить налоги. И тот же Дебардье, который получает крупные гонорары, с которых он в любом случае будет платить налог, соответственно, ну, это абсолютно логичное решение, на самом деле, в такой ситуации. Тем более, что мы видим, что миллиардеры французские уже в очереди. Именно вот буквально, в смысле, они в очереди, я сегодня слышал, в Бельгии за паспортом. Там единственное, что странно, ну, это не Россия, я думаю, во многом, да, уж вип-персоне могли бы и за денечек в паспортном стали выписать гражданство. А там вот господин, не помню, как Ордо, по-моему, владелец Луи Виттоном, такой первый у них, да, собственно, в этой очереди. Он три месяца ждет бельгийского паспорта. Там все долго. Ну, собственно говоря, у них и правительство вновь недавно появилось. Надо пока разобраться в канцеляриях, где что лежит. На самом деле, если можно вернуться к долгу, потому что тема действительно очень интересная. Может ли, да, быть, скажем, нулевой долг к 20-му году? Формально, да. Просто надо понимать, что если долг равен, ну, примерно, да, будем оперировать примерными цифрами. Если долг примерно равен ВВП. Что такое ВВП? Это грубо выручка совокупная, да, если доходным методом считать. Вот если долг у вас равен выручке, то вам, чтобы избавиться от него за 8 лет, да, нужно иметь определенную рентабельность вашего бизнеса. То есть профицит вашего бюджета, ну, сколько там процентов? 12, да? Ну, чуть меньше, там, 11 процентов. То есть процент в год? Да, в год. Будет у Америки профицит такой? Процент в месяц, я имею в виду, да. Вот будет у Америки профицит 11 процентов бюджета? И она его весь будет направлять на погашение долга. Зачем ей это надо? Будет она это делать? Никогда она не будет это делать. А, ну, и, собственно говоря, это, на самом деле, уменьшение долга до нуля, ну... Ну, бессмысленно. В большей степени, да, противоречит, так сказать, логике, западной экономической логике развития государства, потому что, ну, должен быть хоть приемлемый уровень, там, 30 процентов, например, да, от ВВП. Ну, вот к нему, наверное, и будут пытаться стремиться, хотя я тоже, честно говоря, сомневаюсь, что к нему дойдут. Но, ведь, на самом деле, исторически очень интересная ситуация. В свое время, ну, что-то похожее делала Рузвель, да, когда, так сказать, государственными расходами вытягивал страну из депрессии, да. Сейчас ее пытаются не допустить к скатыванию в рецессию. То же самое государственными расходами, вот 4 года ее пытаются сдержать. По поводу Рузвельта нет однозначной точки зрения среди экономистов, что это было правильное решение. Потому что многие говорят, что он как раз-таки наоборот затянул на десятилетие с лишним. И неизвестно еще, что было бы, если бы не Вторая мировая война, как раз выход Америки из-за этого кризиса. То есть, сейчас мы две модели видим, американская, да, или англосаксонская вливание и жесткое урезание долга, которое больше гораздо доминирует в европейской модели, в континентальной. Ну, вот, если Америка будет, так сказать, сдвигаться, может быть, больше к европейской модели, на самом деле будет уже революция. Ну, да, как минимум, революция, да, в мозгах американцев. Тем более, я вот забавно тоже, Дима, сказал о том, что Рузвельт пошел вот по этому пути, да, и не факт, что он был, но он опробован хотя бы, да, а ведь что? Было бы, если бы он не пошел бы, вот на этот вопрос уже никто не ответил. Ну, есть один момент. Все-таки не стоит смешивать политику текущую ФРС и политику Рузвельта. Потому что Рузвельт — это расходы прямые государственные, госрасходы на всяческие там работы, заказы, ФРС — просто вливание денег. Это немножко, немножко не одно и то же. Возможно, что если политика была бы в рамках того, что делал Рузвельт, было бы более эффективно. Еще, если мы вспомнили Рузвельта, секунду, вспомним, что при Рузвельте было фактически конфисковано золото, и доллар насколько обесценился. То есть это еще один способ решения проблемы госдолга. — Нет, нет, я как раз хотел, собственно, подтвердить твои же слова. Если говорить о Рузвельте, то деньги, которые идут непосредственно на решение конкретных задач. Ведь задачи сейчас у Федрезерва, у правительства, у Бернанки — то же самое создание новых рабочих мест. — Ну, просто разные каналы. Там финансировалось напрямую, да, там производство, условно производство, скорее трудовая занятость, низкоквалифицированная. А сейчас идет стимулирование через финансовый сектор. Естественно, что добрая часть, за кавычем слово «добрая», оседает в нем же, никуда не доходя. Но и в то время, ведь об эффективности тех затрат, которые производились, тоже очень много разговоров. — И судить о них можно было бы уже по прошествии, что мы можем сейчас делать. Соответственно, видимо, наши далекие или недалекие потомки смогут судить о эффективности того, что предпринимает сейчас Федрезерв. Ну, да бог с ним. А еще несколько минут есть у нас до следующих новостей. Сегодняшнее одно из макроэкономических событий — это обсуждаемый рынками результат выборов в Японии. Пришла к власти так называемая либеральная неукраинская партия. — Обратно вернулась. — Обратно вернулась, да-да-да, совершенно верно. Вот ожидание, ну и открытие рынков-то, и, собственно, как японцы отторговались, мы это видим. Тем не менее, ожидание с чем будет связано теперь? — Ну, в целом, для Японии более либеральная, может быть, модель какая-то. Может быть, грубо говоря, увеличение ликвидности, опять же, стимулирование наливания ликвидности, учитывая дефляционные ситуации. — Ну, не случайно на открытии ены упало просто. — Да, да, конечно, и, на самом деле говоря, вот в Штатах та же самая ситуация, у них же идет сворачивание темпов роста инфляции, да, как раз-таки вспомним рецессию, там был один год, когда была жуткая дефляция, там 10% с лишним. — По Японии, в общем-то, я думаю, что, если говорить о нашем рынке, применительно к нашему рынку, тут вообще никакого влияния не будет оказано, мы на иену, в общем, не сильно завязаны. — Здесь интересно посмотреть, как будут меняться отношения в торговле между Японией и Китаем, и Японией и Соединенными Штатами, потому что, безусловно, политика японского центробанка здесь будет ключевым, в общем-то, фактором для торгового баланса, прежде всего, Соединенных Штатов, конечно, тоже. — И с их стороны заведомо может быть очень серьезное давление на Японию оказано, потому что, естественно, что хорошо оставляющиеся иена — это угроза очень большая. — Да, это угроза большая, и сегодня вот несколько цифр, которые мне так запомнились, по крайней мере, да, возможность целевого уровня инфляции в 2%, в Японии 2%, и, соответственно, уже, если говорить о рынке, то цифры назывались там уже 90, при нынешнем курсе 82-83 иены за доллар, в 90-95, а может быть и в 100 даже. Вась, как ты это прокомментируешь? — Ну, 2% для Японии — это, наверное, голубая мечта, потому что, ну, очень долго не было такой инфляции. С другой стороны, есть определенные угрозы, связанные с размером госдолга, и если им все-таки удастся ускорить инфляцию, не получится ли так, что она вообще выйдет из-под контроля, и проблема госдолга как раз выйдет наружу, потому что мы сколько тут говорили о Греции, Испании, Португалии, в Японии госдолг намного больше в соотношении к ВВП. — Единственное, что удерживает рынки от переоценки рисков, ну, в том числе, это то, что очень устойчивые цены, нет инфляции, соответственно, ставки очень низкие. — И еще валюта все время растет. — Ну да, да. То есть в ситуации... Япония в очень тяжелой ситуации, и да, я должен согласиться, что действительно для нас особого эффекта не будет ускорения. — Вася, я прошу прощения, сейчас мы новости послушаем и потом продолжим. — Перспективы ближайшие отечественного рынка, Дим? — Уже до Нового года. Или все-таки еще подальше заглянем? — Ну давай до Нового года сначала, а потом будем... — Ну, до Нового года, опять же, мы слегка завязаны на фискал-клиф, закавычивая, опять же, слегка. Если исходим из того, что вот нет фискал-клифа, да, просто нет, то нет и никаких поводов для того, чтобы резко куда-то двигаться. — Вообще двигаться даже нет. — Ну, в общем, даже и вообще двигаться. То есть, скорее всего, затухание по объемам и где-то осцилляции вот в районе текущих уровней по индексам. Все. Какие-то отдельные могут отыгрываться идеи. Какие они могут быть, скажем? Покупка ВТБ перед входом госденег в будущем году. Покупка Газпрома. Ну, вряд ли тут будет какой-то ралли. Хотя, опять же, Газпром показывал, что в нем как раз-таки движение, причем явно за счет крупного, скорее всего, власть государственного инвестора может происходить. Там 10% за три дня без проблем. С точки зрения валютного рынка, здесь, опять же... — Валютного ты имеешь в виду? — Рубль, рубль. — Рубль, рубль. Но, тем не менее, определенный подъем по рублю порядка 50 копеек от текущих уровней вполне возможен. Вот это, наверное, потолок его укрепления. Это вот, что касается ближайших двух недель. — Вот, кстати, у нас есть вопрос. Практически Дима уже на него ответил. Какие перспективы движения в паре доллар-рубль вы наблюдаете до конца года? Вася, у тебя есть что-то добавить? — Ну, до конца года я, в общем, соглашусь. В общем, ничего особенно интересного не должно происходить, кроме fiscal cliff, просто потому что действительно уже уходят на каникулы трейдеры. Интереснее гораздо, что будет происходить, скажем, в первом квартале, потому что если мы абстрагируемся от fiscal cliff, есть восстанавливающийся Китай, что, в общем, уже достаточно... — Уже можно говорить, что он восстанавливается. — Уже можно говорить о том, что он восстанавливается. — Есть ожидания стимулирующих программ от ЕЦБ. Ну, по крайней мере, в ближайшие два-три месяца, скорее всего, вообще на ближайшем заседании будет понижена ставка. Фактически об этом глава ЕЦБ заявил после последнего заседания. Это что означает? Это означает, что, скорее всего, в принципе, период ослабления доллара, он заканчивается. И, ну, собственно говоря, мы видим, что без fiscal cliff, скорее всего, американская экономика будет опережать европейскую еще достаточно длительный период. И, вероятно, рост ставок в американской экономике начнется существенно раньше, на год, может, на полтора. Ну, на самом деле, обычно так и всегда и происходило. — Ну, это да. Единственное, что, смотри, последние, ну, уже даже и не последние, несколько раз эта цифра из Усбернанки звучала. Я имею в виду низкие процентные ставки до конца пятнадцатого года. То есть, я так понимаю, именно вот этот срок он, да, видит, когда инфляция не начнет расти. — Ну да, тут некоторые изменения в целом в политике, когда заявили, что таргет теперь два с половиной по инфляции, а не два процента. То есть, да, какие-то изменения есть. Но важно даже изменение ставки со стороны ФРС, оно важно, но важно также и смягчение политики ЕЦБ в целом. А ЕЦБ придется смягчать политику, потому что ситуация тяжелая в экономике. Как бы препятствия в лице Германии, конечно, есть, для которой смягчение денежной политики и угроза инфляции — это самое страшное, что можно представить. Но, тем не менее, даже Германии, я думаю, придется на это пойти. Это уже, конечно, вопрос, скорее всего, не первой половины года. Это сентябрь, когда будут выборы в Германии и, соответственно, уже после конца 2013 года. Но при том, что инвесторы понимают, что где-то ближе к третьему кварталу вполне возможно смягчение уже в виде некого аналога даже программы количественного смягчения уже от ЕЦБ. Скорее всего, движение будет отыгрываться раньше в евро. Плюс снижение ставок само по себе. Соответственно, это означает, что доллар будет расти. Вполне в рамках этой же истории и смягчение политики в Японии дополнительное. То есть, соответственно, иена уже сейчас падает. Это, в принципе, не слишком позитивно для России. Не слишком позитивно в том смысле, что обычный рост доллара сопровождается падением цен на нефть. Но, с другой стороны, здесь мы ожидаем, что ускорение экономики в Китае, одновременно некое восстановление темпов в США, что также позитивно для Китая еще раз. И, соответственно, это вызывает рост спроса на нефть. Соответственно, нефть где-то останется на текущих уровнях еще, возможно, в течение следующего года, пока уже не вступит, не начнется рост в Европе и пока не начнет Китай возобновлять заполнение хранилищ, например. Потому что буквально в августе закончили очередной этап заполнения стратегических хранилищ нефти. Следующий этап только 2014 год. Ну вот, в принципе, очень хороший такой маркер того, что может какое-то движение серьезное в нефти произойти в 2014 году. В 2013, похоже, что этого не случится. Но, с другой стороны, для российского фондового рынка все-таки определяющая не только нефть. В целом, ситуация в экономике мировой, глобальной, также очень важна. И, в принципе, мы можем увидеть ралли даже в нефтяных бумагах при устойчивых ценах на нефть. Потому что, ну, если мы посмотрим, при цене в 100 долларов, Роснефть может стоить и 300, и больше, исторически. Газпром так уж, тем более. То есть, дело тут не только в цене на нефть. Я понял. Дим, вернемся к рублю, собственно, да, и до Нового года понятно, примерно, да, Твой год? А вот в средний срок давай тогда. Ну и, соответственно, вот прокомментируешься одно, о чем Василий говорит. Средний срок, скорее всего, опять очередной виток ослабления может быть к середине следующего года. Причем, опять же, здесь такая сырьевая привязка. Сырьевая привязка и, ну, риски ухудшения ситуации в еврозоне, дополнительные, которые вновь начнут муссироваться. Здесь основной триггер — это возможность ухода Германии к нулевым, квази-отрицательным темпам росту. То есть ведь в действительности все, что меньше полупроцента, это могут интерпретироваться рынком как натяжка, да. Поэтому там темпы роста 0,4% ВВП — это, в общем-то, в общем-то, это уже стагнация жесткая. Это ни о чем, как сейчас мы говорили. Да, как можно говорить ни о чем. Поэтому вот основные риски, которые я вижу для рубля — это в определенном виде повторение того, что мы видели в этом году, только гораздо более плавный. Рубль не будет за счет нефтяных цен отрываться, если не будет военная премия какая-то, не будет отрываться от прочих сырьевых валют, и будет постепенно ослабляться, наверное, где-то с марта месяца, вот так можно говорить. Интересный момент, вот, может быть, я забыл, кстати говоря, об этом сказать, ведь со стороны Китая сейчас должна быть, вернее, со стороны нового руководства ЦК Компартии Китая, должна быть озвучена новая экономическая программа вот уже на этой неделе. И это как раз-таки, если там будет, ну, понятное дело, сделано упорное развитие внутреннего спроса, внутреннего рынка, но если они действительно считают возможным проводить дальнейшую урбанизацию, хотя у них и так уже пустые города стоят, но окей, вдруг они решат каким-то образом стимулировать... Ну, а как внутренний спрос они еще могут? Ну, естественно, что все люди, живущие в городах, всегда будут потреблять больше, чем люди, живущие на селе. Поэтому хотите стимулировать спрос, естественно, вам надо запускать урбанизацию. Хорошо, если они отыщут для этого финансовые ресурсы, это, конечно, очень большой позитив для металлов. Позитив для металлов на российском рынке, это, конечно, вот вам и НЛМК, вот вам ММК, вот вам Мечил, вот вам Северсталь, вот вам Евраз, как раз арматурная сталь, да? Поэтому вот еще один дополнительный такой фактор очень хорошего сегментного влияния на российский рынок. И по поводу США, кстати говоря, почему мы можем быть уверены, что не будет роста ставки раньше, раньше 2015 года? Если посмотреть на графики платежей госдолга, да, то вот самый пик они прошли в 2012 году, там к 3, примерно, триллионам подбиралась цена общих расходов с учетом купонов, да, по их облигациям. На этот год там 2,3 где-то триллиона, на 13, да, и потом все это медленно-медленно снижается, и к 15-16 годам они выходят на фактически минимальный объем платежей. То есть для чего нужно дешевые деньги? Чтобы рефинансировать вот весь этот объем. Они же его не выплачивают, они же его весь рефинансируют, перенося вперед. После этого, грубо говоря, если еще и удастся перезапустить рост, то можно будет и поднимать опять ставку, создавая себе резерв и как определенную защиту от инфляции, и просто как накопление дополнительного инструмента, мощи инструмента по дальнейшему стимулированию экономики в случае неблагоприятного сценария. Понятно, видите, оказывается, да, у 15-го года достаточно много оснований, да, точнее, да, чисто фундаментальных, да, согласен. Хорошо, значит, о Китае мы говорили с вами неоднократно. Кстати, вот по поводу нефти, нефтяных цен, вот то, что Василий озвучил, и, соответственно, прозвучала фраза, ну, иначе, как ты сформулировал, ну, я имел в виду вот нечто геополитическое премие, что называется. Да, военная премия. Военная премия. Военная премия. Вот смотри, ну, на протяжении многих месяцев до того, да, мы все-таки эту идею каждый раз вспоминали, потому что это было действительно остро, это было актуально. А сейчас действительно все это на второй план ушло, и об этом говорят? Ну, для рынка, конечно, ушло на второй план. Для реальной ситуации в Сирии никуда это не ушло. Это все так же и осталось, просто немножко ушло из информлент, да, это также очень легко вернется в том же декабре, там, в феврале и в январе, особенно если будут какие-то проблемы с фискальным обрывом, да, когда надо затушевать. Затушевать. Заретушевать. Для России тут это двоякая очень ситуация, потому что смена режима в Иране это не столько удар по нефти, по нефти в том числе, причем конкуренция с российской нефтью, но это еще и удар по России по газу. И это уже удар будет очень серьезно, то есть для Газпрома это strong sell, strong sell forever, к сожалению. Ну смотри, эта тема вообще такая, да, глобальная смена режима в Иране, и вообще ты видишь как-то, что такое может случиться? На ближайшее время, я честно говоря, я надеюсь, что ничего этого не произойдет, вот в жестком каком-то режиме военного. Неоднократно даже оттуда мы слышали, что ребята, Иран это вам не Ирак. Понимаете, это, а в Ираке мы слышали, что Ирак это не Афганистан, в Ираке там советская эшелонированная система обороны, и там собственно армия это сильно уничтожена не была в Ираке, да. Но тем не менее, для современного ведения войны, когда против одной страны выступает коалиция, в общем-то даже и особенно боевые действия очень активны и не нужны. Суть-то, потому что финал понятен и ресурсы несопоставимы. Я понял. Значит, сейчас еще раз слушаем новости, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые радиослушатели. Мы говорим сегодня о традиционной ситуации на финансовых площадках, ну и пытаемся понять, что до оставшегося, как минимум, небольшого времени до Нового года, что-то может повлиять на текущую динамику, или она останется такой же скучной, скучной и практически неволатильной. О, как слово, вспомнил какое слово, умное. Значит, я прокомментирую, 1847 в Москве, и мы говорим о том, что присоединились к нам американцы, ну нравится мне эта фраза, присоединились к нам, да, наконец-то присоединились. 200 лет спустя. Появилась такая возможность. И я хочу сказать, что позитивную динамику показывают основные индикаторы американского фондового рынка, и до ECP прибавляют по полпроцента в моменте, не знаю уж на что они так реагируют, радостно. Но посмотрим, как это все дело продолжится. Так, значит, с рублем мы разобрались, но давайте вопросы, традиционно, в последней части программы будем говорить о вопросах. Так, просят прокомментировать Роснефть, Василий, Роснефть. Ну, с Роснефтью, в общем, все достаточно ясно, это все еще продолжается история с ТНК-БП. Я думаю, что крупные фонды должны входить и продолжать все еще в Роснефть, все очень дешево, потому что если мы посмотрим консолидированную отчетность ТНК-БП и Роснефти, там ПНЕ где-то 3,8, это просто, ну, вот уровень самый дешевый. Самый лакомый, да? Да, самое дешевое, что можно представить в нефтянке, ну, кроме Газпрома. Да, я тоже хотел сказать, кроме Газпрома, да. И кроме самого ТНК-БП-холдинга, в котором тоже там непонятно, какие будут коэффициенты обмена. Вот сейчас, кстати, клиенты звонят, пытаются выяснить, что же там будет, стоит держать дальше или не стоит, ну, при нынешних ценах уже продавать это бессмысленно, потому что там уровень, стоимость акции на уровне капитала собственного, то есть там по набуке единицы, поэтому, скорее всего, все-таки будет более справедливая оценка при обмене на акции Роснефти. Я понял. Хорошо. Значит, ну, опять два слова, хотя, наверное, для многих наших слушателей это понятно. Ситуацию в Автовазе прокомментируйте, то, что он опять что-то сорвался с цепей, вроде бы, что там уже все. Ну, он постоянно с нее срывается, постоянно для спекулянта, на самом деле, благодатная совершенно бумага, хотя иногда очень может неприятные сюрпризы преподносить внезапно, да. Но, в принципе, вход, вернее, увеличение доли крупнейшего иностранного стратега, Рено, и все это сопровождается вливаниями со стороны федерального бюджета, ну, условно, ВЭП, скажем так, госвливаниями, да, очередные 60 миллиардов рублей, извините. Да, 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 это уж так аккуратней. Это уж дожило бы многовато. Ну, просто привык. Даже для Автоваза. Даже для Автоваза, да. Поэтому, естественно, что здесь, учитывая, что объем торгов-то невысокий, все-таки по бумаге сравнительно, конечно, реакция сходу, сходу, вот такая резкая, и, в принципе, мы видели, что и за последнюю неделю, да, бумага, даже две недели, да, бумага ходила очень активно, всегда, когда начинается оживление в Автовазе, еще и могут другие подтягиваться тоже бумаги в машиностроительном сегменте, и в КамАЗе мы видели тоже оптимизм на прошлой неделе, у вас там пытался Солерс. Нет, ну, объясни логику, вот эта ситуация в Автовазе, это такая узкокулуарная, я бы сказал. Да, абсолютно. Причем здесь КамАЗ, причем здесь... Не всегда понятно, за счет чего происходит рост, потому что иногда, учитывая лоббистские возможности Автоваза, иногда могут трактовать какие-то покупки в Автовазе, как сигнал того, что будут касающиеся всей отрасли благоприятные изменения, поскольку Автоваз до сих пор довольно сильно регулируем, несмотря на вступление в ВТО и так далее. Поэтому в меньшем объеме, ну, всегда происходит еще... Ну, то есть опять какие-то надежды рождают, да? Да, да. Ну, собственно говоря, опять обсуждается программа утилизации новая, то есть вполне... То есть она может на всех, да, как традиционно... А там и легковые, и грузовые могут опять попасть, и опять-таки неопределенные по времени эта программа, может быть, поэтому тут, естественно... А для таких компаний, как, ну, скажем, тот же Солерс, УАЗ, да, для УАЗа это была очень благоприятная история с утилизацией. Поэтому здесь, естественно, что чуть-чуть пытаются подкупать. Просто надо иметь всегда в виду, что эти покупки, этот рост там на 2,5 процента в этих бумагах может иногда идти на 100 тысячах рублей. Это тоже не надо забывать, когда смотрим на эти показатели. Иногда там действительно приходят объемы, но если мы посмотрим как раз на графиках, то там увидим очень четко выраженные всплески, шпильки на объемах. Это надо иметь в виду. Я понял. Вопрос от Андрея, это наши постоянные слушатели, спекулянт, сразу хочу сказать. Интересуется он Росгидро. Вошел по рынку, сказал он, в среду будут удерживенные доп. эмиссии по 1 рублю, но это мы обсуждали там некоторое время назад. Мнение ваших гостей, закрывать позицию до Нового года или переносить до марта 13-го? Я так думаю, дело даже не в Росгидро, а в принципе, да, вот если бы, что бы посоветовали? Закрывать позицию. Я своим, например, всегда говорю, закрывайте до Нового года, но будет Новый год, будет новая пища. Ну да, спекулянт и в итоге на 3 месяца готов сидеть. Он ждал именно, вот мы обсуждали как раз эту доп. эмиссию по Росгидро. Ну да, да. Не знаю, я бы, честно говоря, может и лучше, ну опять-таки, скорее здесь уже fiscal cliff играет роль, а не влияние доп. эмиссии. Совершенно верно, внешние факторы. Да, да, конечно, они тут просто могут это переиграть. Поэтому я бы скорее закрывал и, в принципе, мне больше нравятся истории в сетях, да, с русскими сетями. Та же самая ФСК там вполне очень даже интересно. То есть в качестве альтернативы вот к Росгидро? Да, ну это не совсем то же самое, естественно. Ну для спекулянта главное это не да? Ну для спекулянта главная движка, да, АвтоВАЗ? Ну я думаю, чтобы АвтоВАЗ уже прыгать опять поздновато, надо ждать новых 60 миллиардов и так далее, да. Кто о них только знает наперед-то. Так, хорошо, и еще один вопрос, если можно прокомментировать вот это вот ожидаемое государственное вливание денег в наш банковский сектор, Дим. Ну это не только в банковский сектор будет, это и на фондовых площадках отразится тоже. В принципе с 13-го года, с января 13-го года дается разрешение деньгам, в том числе государственных фондов, там фонд национального благосостояния, да, в разных его выражениях. Пенсионных там нет пока еще денег? Пенсионные там тоже надо смотреть, там будет смягчение тоже по списку инструментов, по страховым резервам будет смягчение. И в принципе еще весной эта тема обсуждалась, в том числе благодаря, может быть, благодаря усилиям московской биржи, которая все-таки пытается, ну как-то расторговываться, делать более интересным для иностранных инвесторов. Поэтому, естественно, местные деньги должны быть на местном рынке. Вот основная логика. И это попытка принести длинные деньги на фондовый рынок. Естественно, что основная их часть будет на рынке долговом, о чем мы в начале передачи уже сказали. Но все-таки, даже если хоть какая-то часть придет, то в принципе мы такую кулуарную делали оценку, до 10% от фрифлоута российского рынка может быть выкуплено за счет этих денег. Это очень большая сумма. Ну дай бог. И как идея это может сработаться очень здорово. Дай бог. К сожалению, время заканчивается. Я благодарю моих сегодняшних гостей. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. Успехов на рынке. До свидания.